Эти куклы вызывают разные ощущения, от полного неприятия до восторга. А авторы этих кукол уверены, что реборн – это современное направление в искусстве. Почти живые, разве что только неговорящие. Куклы реборна – один из популярнейших современных жанров в кукольном искусстве и коллекционировании. В начале 90-х в США реборны выделялись в отдельное направление. В Россию они пришли совсем недавно, около шести лет назад. Куклы-младенцы с гиперреалистичной росписью лица и анатомией – по сути, самые настоящие из всех кукол, существующих в мире сегодня. Реборн дословно переводится с английского как «заново рожденный» либо «перерожденный». В Чувашии всего два художника, мастерящие живых кукол. В жизни Светланы малыши реборны появились случайно. Я хотела сначала купить ребенку куклу. Зашла на сайт, искала куклу для ребенка в подарок и наткнулась на этих вот реборнов. Полтора года девушка только изучала информацию о новом направлении. Затем куклы-реборны поселились в ее квартире навсегда, говорит автор. Вот уже три года их создание для Света не просто хобби, но и самая настоящая работа. И достаточно кропотливая. Заготовку для реборнов она заказывает в интернете. Сначала наказывается флэш, основа, по которой мы рисуем. Заготовка приходит вот такого цвета, да? То есть если мы по ней будем расписывать дальнейшую кропчатость, например, то она будет темнеть, и кукла будет очень темной. Нам нужно сначала покрасить флэшем белым. Масляные краски запекаемы. То есть каждый слой краски запекается. Вообще все нельзя забывать. Ни венки, ни сосудики, ни глазки, ни бровки. Все-все-все нужно учесть и, как говорится, нарисовать. Екатерина тоже начала заниматься изготовлением таких кукол, увидев их на просторах всемирной паутины. Но первые ее работы – это авторские куклы. Если куклы реборны просто разрисовываются под настоящих детей на готовой заготовке, то при создании авторских самое сложное – это вылепить лицо и туловище. Создать образ по фотографии еще сложнее. Приборна – это приходит заготовка, ты ее расписываешь, оживляешь куклу. А авторская кукла – это, например, выбираешь фотографию, ну, допустим, да, выбираешь фотографию, и потом уже полностью вылепляешь куколку. Вот туда. То есть и ручки, и ножки – все это лепится из запекаемой пластики. Вот. Пластику тоже через интернет покупаю. Глазки, волосы тоже, кстати, вот. Теперь девушка создает и авторские куклы, и реборны. На изготовление последних может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. Вес кукол реборн приближен к весу настоящего ребенка. Интересный образ кукол создается при помощи одежды, но ее тоже просто так в магазине не купишь. Эти кофточки и комбинезончики реборнисты заказывают в интернет-магазинах. Но еще можно связать и сшить наряды самостоятельно. Реборнистов называют мамами этих малышей. И материнские чувства куклам, правда, не ко всем. Действительно возникают, признаются Екатерина и Светлана. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.